Переработанного пластика недавно в Дурлештах отремонтировали первый участок дороги по новой технологии. И в случае успеха работы возобновятся это и весной. Подобные материалы, к слову, используют по меньшей мере в 30 странах мира, в том числе в Великобритании, Германии и США. За ходом эксперимента внимательно наблюдают не только местные власти, но и представители частной фирмы, с которыми пообщались наши корреспонденты. Новая методика реставрации дорожного покрытия является настоящим новшеством в Молдове. По задумке для производства асфальтобетонных смесей используется пластик. Это позволяет снизить объем употребляемого битума. По словам специалистов, полученный продукт более прочный, предполагает меньше затраты и сокращает вредные выбросы углекислого газа. Если эксперимент увенчается успехом, то новую технику будут использовать для реставрации всех национальных дорог. В Дурлештах несколько дней назад залили первые 600 квадратных метров новой смесью. Это тот же продукт из той же категории полимеров или битумов, и он обладает теми же свойствами, что и органические материалы, вводимые в состав асфальтобетонных смесей. Конечно, нам этот продукт нужен, чтобы обеспечить долговечность смесей. Такое расхожее выражение, что стали делать пластиковую дорогу. Но это достаточно серьезное, ошибочное название. Не пластиковая дорога. Сама асфальтобетонная смесь содержит достаточно большое количество компонентов. То есть это щебень, битумы, различные добавки. В том числе химия и пластик. То есть это та же химия, которая достаточно серьезно может улучшить показатели асфальтобетонной смеси. Содержание данного пластика, скажем, в тоне асфальта, это где-то меньше процента. Ну, то есть это замещает количество битума на 5-10%. От 10 до 12% на сегодняшний день мы замещаем количество битума. Пока работы на стадии тестирования, в зависимости от результатов, которые могут быть заметны только с приходом весны, проект могут внедрить и на национальных трассах. Пластиковый компонент, используемый для строительства, был привезен из Шотландии, где его получают в результате переработки пластиковых отходов. Представитель шотландской фирмы утверждает, что в случае успеха подобная фабрика может появиться и в нашей стране. Мы этого хотим и работаем над этим, чтобы открыть в Молдове фабрику по производству этого полимера. А уже ближайшей весной, когда погодные условия позволят начать строительство, представители компаний намерены заделать еще один участок дороги с использованием новой технологии.